Микс Ньюс Здравствуйте, это программа Разворот. Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И в гостях у нас исполнительный директор Ассоциации производителей стройматериалов и Союза строительных инженеров Райвис Якобс. У нас добрый день. Добрый день. Говорить мы сегодня будем о мостах, дорогах, их проверках, о том, как избежать ситуации, которая, наверное, вот сегодня, не сегодня, а в этом году был такой пик с мостами, и закрывали принудительно, и какая-то несогласованность чувствуется между строю правой Риги и Государственным строительным бюро. Обо всем об этом мы сегодня разговаривать будем. И вы подключайтесь к нашему разговору 672 12 93 9, 672 13 93 9. Можете звонить, задавать свои вопросы и в WhatsApp. Также можете нам писать 230 6191. Ну вот на сегодняшний день закрыто несколько мостов воздушных. Это Брасовский мост закрыт в одну сторону, но Дегловский мост был закрыт вообще принудительно. И вот эта история с Дегловским мостом, наверное, ну вот побудила в очередной раз заговорить о проверке, о том, как у нас проверяют, как часто, и почему одна строя права рижская говорит, что можно, государственная говорит, что нельзя. Разные ли нормативы, по разным ли нормативам они проверяют мосты, и экспертизы проходят. Ну, если говорить о данном мосте, который был закрыт, значит, это мост у него уже 52 года, значит, уже довольно пожилой мост, который необходимо ремонтировать уже постоянно, смотреть за его состоянием. По сегодняшним законодательным актам отвечает за состояние любой сооружений, конструкции, мост, дороги и так далее, и его владелец, то есть рижская дума. Был объявлен конкурс на ее реконструкцию. Согласно конкурса был определенно победитель, который и разработал как проект, затем был конкурс на их реконструкцию саму, и на стадии уже реконструкции выявилось, что мост не только надо думать о его проезжей части, то есть ремонта этой части с увлечением, скажем, его способностей дальнейшей, но и о том, насколько надежны все сами конструкции. К сожалению, у нас таких видов мостов в Латвии очень много, их где-то около двух тысяч. По всей Латвии? По всей Латвии. Самоуправлением принадлежат где-то 1100 и 900 – это Латвийс Валс Цели, и они и должны, соответственно, обследовать и дать заключение по состоянию мостов и приводить их в нормальный порядок. Ну, еще 700 имеляется и Латвийс Валс Межи, то есть это дороги, которые лесные дороги, но это небольшие какие-то мосты, но за это практически проблем нет, так как Латвийс Валс Межи с этим справляется нормально. Вопрос, скажем, с мостами, которые у нас уже большие, которыми должны, соответственно, заниматься самоуправление при ситуации, когда у не всех хватает денежных ресурсов, проблемы возникают. Если говорим по конкретному мосту, то проблема в том, что это, проведя, разрабатывая проект реконструкции проезжей части, было забыто то, что находится под низом, то есть несущая способность. Было сделано техническое обследование, которое дало положительный результат, что данные конструкции, ну, вполне могут пока еще устроить, но сегодня, что тогда, когда уже начались работы по самой реконструкции, выяснилось, что у нас весь мост состоит из 25 пролетов, одной из пролетной части, где в свое время, наверное, еще в советское время, были построены склады, и склады были обложены силикатным кирпичом, и в этом месте практически концы ригелей очень разрушились, и вызвали, ну, такие понятия о том, что эту способность надо проверять, потому что есть вопросы по ее, не слушайте способности части этого строения. Почему такое происходит, когда есть замкнутое пространство, в котором нет циркуляции воздуха, то есть воздействие сырости намного быстрее разрушает арматуру, то есть проходит коррозия арматуры, отходит уже бетонная часть, которая охраняет вот эту арматуру от воздействия, и, соответственно, и не спущая способность ухудшается. На стадии его рассмотрения, проведения новой технической обследования, на котором и настояли государственные инспекции, были проведены еще дополнительные исследования, на этой стадии появилось, и такие мнения, что есть какие-то колонны, которые вообще не заполнены бетоном, а песком, если мы читали, было такое. Ну, это такое мнение могло существовать, потому что в свое время в проекте было заложено образование этих колонн, которые должны были делаться из сборных частей, такие с пустотами, которые заполняются бетоном и, соответственно, и которые держат мост. Ну, и кому-то пришла идея в том, что где-то был не залит бетон, а просто засыпали песком, ну, что маловероятно, прошли испытания, проверки, ну, таких колонн у нас, к счастью, нет. Это фантазия чья-то была, или это действительно был повод такому? Ну, мне трудно сказать, просто кто-то, наверное, такую, ну, будем говорить, утку пустил, ну, кто-то на это среагировал, ну, прошла проверка, проверка утвердила, что такого состояния, к счастью, нет, и это состояние более-менее устраивает. Ну, к сожалению, в это время проходили, как нам известно, выборы, выборы, которые всегда влечут за себя активность возможных политических организаций, ну, и поэтому и политикане тоже хотели примкнуть к этому, и поэтому результат, который налицо, закрываются мосты. И, в принципе, такие проблемные вопросы решаются уже на стадии разработки проектов, и, в принципе, это можно было решить без вмешательства уже высших органов. Я думаю, что, скорее всего, это так надо было решать. Скажите, вот когда подразумевается, говорится о том, что пройдет реконструкция моста, вы упомянули, что это не обязательно реконструкция несущих частей тоже, это может быть просто реконструкция вот этой вот части, которая видна для машин, красивые дорожки, бортики, тротуары. Это так можно делать, если мы даем, в любом случае, если необходимо вести реконструкцию любого здания, перед этим делается его обследование. То есть, какое состояние здания. Мы не можем только покрасить здание, а потом смотреть, что оно вообще уже разваливается. То же самое с мостом. Сначала надо дать заключение о том, о несущей способности данного объекта. Смотреть, вот скажем, как коррозия проходит арматурой, нет ли продольных трещин, то есть трещин, которые возникают от воздействия нагрузки, то есть продольных трещин и поперечных, или это только коррозия вызвана. Коррозия арматуры, тогда это уже не так страшно, но если есть уже трещины, которые образовались от воздействия уже нагрузки, тогда это уже надо применять совсем другие мероприятия. Но в любом случае сначала надо делать фундамент здания, а потом уже заниматься другими вопросами. Если фундамент нормальный, то смело можно заниматься и делать верхние части. Мы сейчас прорвемся на новости и рекламу, вернемся буквально через пару минут, не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Разворот». Исполнительный директор Ассоциации производителей строительных материалов и Союза строительных инженеров Райвис Якобсонс у нас сегодня в студии. Говорим мы о мостах, об их проверках, о том, зачем, как, почему, и как мы до такой жизни докатили, что вот сейчас трубят, что все плохо, все мосты и вот меряются. Брасовский мост закрыли, а надо было Займетанский, потому что Займетанский хуже, Дегловский там не так плохо. В общем, вот это вот сравнение мы постоянно слышим. Если про Дегловский мост еще закончить тему, может быть, почему так долго проходила вот эта вот экспертиза, потом Рижское строительное бюро, Рижская дума говорила, что они отдали документы в Госбюро по строительству, они несколько дней тянули, ничего не говорили, можно или нельзя. Не является ли это в таких ситуациях приоритетным вопросом, который вот тебе дали бумагу, ты тут же в течение нескольких часов ее рассматриваешь и даешь свое заключение? Как это происходит? Ну, вы понимаете, если бы не было максимума, мы бы сразу, наверное, приняли решение. Сегодня каждая подпись – это все-таки от вашей ответственности. Перед тем, как принять какое-то решение, все-таки надо рассчитать и сделать проверку того, что какие-то испытания были сделаны. Значит, еще раз хотел бы напомнить, что есть два понятия. При обследовании каких зданий – это технические обследования, то есть, когда человек сначала визуально обсматривает конкретные конструкции и, если необходимость, согласно постановлению Кабинета министров, делает какие-то испытания и дает заключение, что данная конструкция или сооружение соответствует стандарту, на основе которого он был разработан и построен. И на основе того, если заключение дается негативное, то есть, что-то не соответствует, надо делать экспертизу. А это мероприятие нельзя сделать за один день, за два дня. Это все-таки вы даете заключение, что делать с конкретным объектом и просто так подписывать сегодня. Ну, в любом случае нельзя никакие документы, пока нет уверенности, что результат будет положительный и никаких негативных последствий после этого не будет. Во время перерыва мы с вами говорили про Дегловский мост и про стройматериалы, их качество, что было там 50 лет назад, какие способности были. Вы вот упомянули, сказали слово ажурное, что ажурные столбы, что уже не такие массивные могут быть, они могут быть тонкие. Но насколько у нас люди, как вы думаете, подвержены? И вот увидя, например, что вот очень тонкие вот эти несущие конструкции, да, как вы вот сказали, ажурные, они у людей не начнут вызывать какое-то сомнение, что должен же быть столб, там, метр, диаметр и прочее, и прочее? Ну, это, наверное, еще у нас в советских времен, что у нас все самое большое, самые большие компьютеры и так далее, да, наверное, уже такое уже сидит в голове. Конечно, сегодня очень много и в строительстве применяются материалы, которые по своим свойствам намного лучше и намного, скажем, способностью их выдерживать всевозможные нагрузки, чем были в бывшие времена. И второе, сегодня и расчетные, и сама конструкция, и проектирование намного отличается от того, как мы это делали раньше, да, поэтому сегодня можно сделать намного им, в том числе и мосты, более симпатичные, чем мы делали в свое время. А про Заметанский мост. Многие после закрытия Дыгловского моста говорили, что вот Заметанский мост, даже можно физически ощущать, что он там покачивается, кто-то улавливал и такие моменты. Как вы оцените, можете оценить его состояние, Заметанского моста? Ну, я лично сам не делал обследования, но по данным, которые, ну, я просто говорил с теми экспертами, которые занимались этим мостом, его состояние, ну, не лучше, я бы сказал, может, даже хуже моста, о котором мы сегодня говорим. Ну, а вообще это самый худший мост, можно об этом сказать? Ну, тогда надо обследовать все мосты, чтобы сказать, что он самый худший. Наверное, какой-то мы найдем еще хуже, чем Заметанский. Если вот про обследование говорить, вы сказали, что надо обследовать все мосты, как часто проводятся такие проверки, или они проводятся, вот видно, что что-то не так, надо проверить. Или это массово раз в два года проверяются все-все мосты в Риге, например? Ну, по законодательству есть периодичность обследования мостов в зависимости от их грузоспособности и так далее. Их надо, хозяин должен, конечно, не он сам это делает, он назначает эксперта, который и проводит это испытание. Вот, к сожалению, здесь опять одна проблема, что опять финансовая проблема. Мы часто просто для галочки проводим такое обследование, то есть где-то за 150-200 евро берем какого-то эксперта, который визуально пройдет под мостом и скажет, что все нормально, и мы вроде свою обязанность выполнили, и дальше можем жить спокойно. Но если есть какие-то, скажем, осложнения, все-таки нам надо делать уже более, ну, экспертное заключение, которое уже даст дальше возможность действовать, если что-то случится с конкретной конструкцией. Ну, вот у этих людей, которые подписывают вот так вот за 150-200 евро, осматривают визуально, они ставят свою подпись, им не страшно, не изменилась вот эта ответственность? Это, конечно, я понял, это, конечно, надо говорить с ними, но, к сожалению, у нас сегодня специалистов становится очень-очень мало, потому что часть уехала и работает за пределом нашего государства. Кроме того, ситуация такая, что если мы хотим работать экспертом, мы должны сдавать экзамен, получить разрешение на экспертизу, есть очень много таких специалистов в годах, которые считают, что это, ну, как сказать, унижает их достоинство, что он будет перед кем-то еще, там, скажем, сдавать экзамен и, скажем, доказывать свое знание, и очень многие специалисты сегодня не идут и не получают сертификат на экспертизу конструкции. К сожалению, такая ситуация бытует. Надевайте наушники и примем звонок. Добрый день. Добрый день. Будете любить сказать, по Брасовскому мосту говорили, что 11-й трамвай сняли из-за того, что низкопольный трамвай, который весит 80 тонн. Но дело в том, что там же есть и простые трамваи идут. Почему нельзя было оставить, заменить простыми, обычными, старыми трамваями, а убрать только низкопольный? Это громадное неудобство для жителей, вот снятие 11-го трамвая. Спасибо. Ну, сколько у меня информации тогда, там ни один трамвай уже не идет. Здесь идет нагрузка просто определена, какой вес может вынести данный мост, который еще разрешается. По-моему, это 30 тонн, если не ошибаюсь. Ни один трамвай, наверное, не проходит. Да, там никто ни низкопольный, ни старый, там ни один уже не идет. Добрый день. Добрый день, коллега, подтвердите, прав я или нет. Вот, Дегловский мост. Под мостом можно было сидеть всю зиму, то есть, представляете, положили бы тены, отопление и ремонтировали бы нижний участок всю зиму, а вот сейчас весной полезли бы наверх. Представляете, насколько уровень компетенции строителей, которые всю зиму работали сверху в мороз, нарушая все нормы и технологии, да? А сейчас полезли под мост, но это же не цирк, ли, а? Это что, компетенции наших строителей? Спасибо. Ну, что делать? Я, как коллега, могу сказать, что вы в какой-то мере правы, да? Но речь о том, какое задание выдает заказчик конкретной разработки. То есть, если он дает только выполнить, скажем, работы над мостом, а потом выявляются какие-то еще необходимости проводить работу уже в другом месте, ну, это другой один вопрос. Но то, что делать нужно и можно, и в зимнее время с отоплением, конечно, это правильно, но опять это все упирается в финансов и возможности оплачивать. В зимнее время, конечно, оплаты и работы всегда дороже, чем в летнее время. Ну, а в Латвии применялась такая техника? Вы в курсе, может быть, знаете, что зимой вот с отоплением делают? Ну, это старая технология, это везде, в любом здании могут применять и делать работы в зимнее время, там, как с отоплением здания, так и с применением всевозможных химикатов, то есть твердение бетона происходит и в зимнее время, это все можно делать. Но, как я говорил, все-таки это идет, во-первых, удорожание самих работ, во-вторых, то, что работы удлиняются по срокам. Конечно, летом легче и быстрее, но вот те трудности, то, что мы потом получаем, все те, которые эксплуатируют данные объекты, ну, это мы увидим. Добрый день. Ну, раз я задаю такие грамотные вопросы, значит, я продолжу. Мост – это настолько общественно значимое место для нашего города, кстати, удорожаний не было никаких, что оно было выполнено некорректно и политически ангажировано. И теперь вы начали свое интервью с того, что вы сказали, знаете, после Максима у нас теперь все по-другому. Знаете, 200-300 лет в Латвии строили до Максима, и у нас все хорошо. Дело в том, что Максима – это был лучший проект года. И знаете, как он получил и как он стал лучшим? Дело в том, что эта строительная фирма принадлежит определенной политической партии. И вот результат. И с мостом то же самое. Политика есть, стройки тут нет. Спасибо. Ну, мне трудно ответить. Я политикой не занимаюсь, поэтому я не знаю, как они связаны или не связаны. Примем еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день, Олег. У меня такой вопрос. Значит, прозвучала цифра, что у нас больше тысячи всевозможных таких конструкций мостов, да, и что каждое самоуправление отвечает за их сохранность. Мне кажется, что это вообще абсолютно безграмотно и безалаберно со стороны государства вешать на самоуправление состояние мостов. Если эти мосты строили самоуправление, ответственность какая будет? Дядя Вася будет на хуторе отвечать за мост? По-моему, государство должно отвечать за все мосты. И соответствующая программа должна быть создана для этого. Спасибо. Ну, что скажете про одного ответственного? Или все-таки надо как-то делегировать? Ну, видите, сегодня никто в государстве обратно не возьмет тот мост, который отдан самоуправлению. Поэтому они уже, когда были распределены между самоуправлением и государством, уже самоуправление самодумало. И на сегодня уже какие-то финансы для реконструкции и, скажем, обследования этих сооружений типа мостов, они все-таки уже в свой бюджет закладывают. А сегодня просто передать государству, у него же он на это не рассчитывал. Тогда надо менять всю систему полностью. Конечно, если один ответственный, это был бы правильный, потому что очень большая часть мостов, они практически идентичные, похожи друг на друга, и решение их, скажем, ремонтов и дальнейшей реконструкции было бы проще, если мы берем под одну схему, да. Но сегодня отбирать, и не каждое самоуправление захочет отдавать его, да, потому что есть какие-то вопросы, которые выгодны для самоуправления, и поэтому она и на этом и живет, может быть. Прямо еще звонок. Здравствуйте. Добрый, ну вот я тоже косвенно отношусь к строительству, у меня монтажная не прямо строительная компания, но в этой системе завязан. Поддержу там предыдущего звонящего по поводу политических вопросов. Вот коренная ошибка вашего гостя, и коренная ошибка большинства экспертов и инженерного пула строителей, которые сознательно дистанцируются от политики, нет строительства отдельного от политики. Потому что Дегловский мост – это политика, дороги – это политика, Рейндре, финансирующая енотов – это политика, Залитуда – это политика. Строительство – это всегда политика. И так себя вот ставить, что я вот чистый строитель, я не интересуюсь политикой – вот в этом и беда Латвии. Если бы строители жестко поставили перед правительством вопрос, что нельзя мосты переподчинять муниципалитетам, что это приведет вот к тому, к чему привело, к деградации конструкции, это опасно для жизни людей, то я на сто процентов уверен, что бы правительство пошло бы по этому пути и прислушалось бы к менее компетентных экспертов. Это первое. И второе – по поводу сертификатов. Тоже политика. Почему взять на уровне правительства, не принять решение о признании дипломов всех экспертов всех времен за историю Латвии, которая была ведущим строительным институтом в Советском Союзе? Это смешно. Слышать, что в Латвии нет специалистов, которая была главным строительным институтом Советского Союза с населением в 300 миллионов. Здесь на каждом углу было гипрострой, ладки, пропромы, город, какой-нибудь еще проектный институт. И отдел капитального строительства строили от Владивостока до Калининграда. А теперь в Латвии нет строителей. Может быть, надо признать просто их компетенцию и не требовать от них пересдачи никаких. Спасибо. Ну, я тут могу аналогию с врачами провести. Любой врач, который получает диплом, он в любом случае, там, те же гинекологи, например, они должны раз в два года проходить сертификацию, потому что тот диплом, который получали 20, 25, 30, 35 лет назад, конечно, это профессионально, но все-таки и технологии вперед идут, наука тоже вперед идет, и подтверждать квалификацию, и учиться чему-то надо постоянно. Да, и то же самое и в строительстве. Каждый год меняются не только законодательные акты, но и материалы. И так как я сам провожу сертификацию специалистов, я вижу, если приходит молодой человек, он намного больше знаком с сегодняшним днем строительства, чем люди, которые уже более пожилые, которые уже меньше обращают внимание на то, что сегодня новое, и чем надо заниматься в строительстве, какие вопросы самые необходимые. Поэтому обязательно сертификация нужна. Ну, насчет политики, все-таки, если мы будем больше заниматься тем, чем мы учились и чем мы знаем, я думаю, толку было бы больше. Мы все хотим поддаваться в политику, поэтому результат именно такой. Ну, слушатель тоже чуть-чуть затронул вопрос, который я хотела задать. Насколько у инженеров-строителей есть возможность влиять на политика, в том числе вы тихо делаете свою работу, даже если что-то вам не нравится, вы об этом пишете в каком-то заключении, которое дальше принимают, не принимают во внимание и так далее. Врачи могут бастовать, выходят к Сейму, учителя тоже могут бастовать, выходят к Сейму. Есть ли вот у вас, у инженеров, какая-то вот точка кипения, когда вы скажете, ну, невозможно, этот мост плохой, этот мост плохой, эта дорога плохая, эта дорога плохая, если мы глобально что-то не предпримем, то завтра все может плачевно закончиться? Конечно, есть. Это делается через те организации, в которые входят строители. Это как инженерный союз, так и строительные организации, ассоциации и так далее. И уже конкретное влияние, они уже разрабатывают более четко те изменения в законодательных актах, которые служат для улучшения работы строителей, а не просто, если мы будем каждый выходить, и каждый на улице кричать, что это плохо, это значит, нам надо уже конкретные предложения, и это разрабатывается на стадии общественных организаций, которые уже могут воздействовать уже на тех, кто принимает законы и могут и нашу жизнь привлечь в более подходящее русло. Принимают Вы внимание то, что разрабатывается, то, что предлагается, о чем Вы говорите? Вас слышат Ваш голос? Ну, если честно говоря, те вопросы, которые мы занимаемся в ассоциации производителей стройматериалов, мы очень много этими вопросами занимаемся, и у нас удалось очень много убедить. Ну, один из главных вопросов, который, наверное, всем на слуху, это вопрос обязательной компоненты в электричестве, которое для производителей было основным вопросом, основным, которое задерживало рост производства. И когда мы первый раз, потому что заводы, которые получали электричество, они уже тогда, когда еще житель даже не знал, что такое обязательная компонента, мы уже видели, к чему это ведет и какой рост это будет в будущем. Когда мы первый раз, я помню, пришли в Министерство экономики, говорили с министром, он даже не понял, в основном, о чем идет речь, что мы хотим. А Шарадонсом или уже? Еще 7-8 лет назад это было. Когда еще здесь, в Латвии, о таком, ой, даже не знали. Потом следующий этап, мы шли в Сейм, мы шли к президенту, и прошел год, пока люди начинали понимать, о чем мы говорим. Ну, когда через еще один год уже жители увидели вот эту платежки, эту цифру, которая увеличивает стоимость, электроэнергии, но сегодня мы все это знаем, вот это тот вопрос, который мы поднимали, и сегодня практически уже есть целый ряд решений, как для производителей, так и для жителей, чтобы, ну, эту проблему решить все-таки. Ну, это одна из немногих, но еще мог бы называть и другие. Если вы затронули вот этот КОС или ОИК, платышский компонент, обязательно закупки, вот вы говорите, что 8 лет назад еще говорили, только сегодня, ну, вот, в частности, на этой неделе была специальная комиссия, создана по ликвидации, и одним из приоритетов Министерства экономики и министра экономики Ральфа Немира была именно ликвидация этого компонента. 8 лет немноговато ли для решения такого вопроса? Ну, как уже известно, к сожалению, это было то время, когда министерство, которое выдавало разрешение, оно не считало, к чему это приведет. Они выдавались всем, которым, кто хотел. И результат был таким, что если бы мы ничего не сделали в это время, то это 8 лет назад стоимость одного киловатта выросла бы для всех, если бы все эти проекты были осуществлены, для кого были выданы разрешения в 4 раза. То есть счет человека обычного вырос был в 4 раза? В 4 раза стоимость одного киловатта электроэнергии. Если все те разрешения, которые было их где-то около тысячи выдано на руки, вот вы можете строить, и вы хотите, и вы приходите и строите свое возобновляемую энергию как какую-то, все равно какую-то станцию. И просто мы, когда начали эти вопросы поднимать, уже постепенно. Во-вторых, был еще вопрос в том, что они вот этот субсидий получили, можно сказать, пожизненно. Мы просто пробили, что им уже дали срок для одних 15 лет, для других 10 лет, что после этого это доплата к их стоимости, их работе уже кончается. а так они бы получали еще в течение вот этого продолжительного периода своей жизни. Примем уже под занавес эфира последний звонок, совсем мало времени у нас остается, попрошу очень коротко. Добрый день. У меня должен быть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему если конструкции какие-то в строительстве были приобретены там 10 лет тому назад, они за это время не поменялись и не приобретены вновь, а сертифицировать их надо каждые два года, и платить за это более 1000 евро. Разве это правильно? Спасибо большое. Ну, я не понял, о каких конструкциях вы говорите, тех, которые производятся, или которые уже были два года назад сделаны и где-то стоят. Если мы говорим о технологии, технология меняется. Меняются материалы, свойства материалов, поэтому их их надо испытывать. Если это какие-то конструкции, которые были сделаны два года назад, каждая конструкция со временем, так же, как и мосты, вы сами видите, они все-таки свои свойства, если они их недодлежащим образом хранят, они ухудшаются, поэтому их надо испытывать перед тем, как применять. Спасибо. На сегодня нам пора заканчивать. Исполнительный директор Ассоциации производителей стройматериалов и Союза строительных инженеров Райверс Якобсунс был у нас в студии, программу провела Анастасия Смоловская, помогал звукорежиссер Евгений Копейн. Спасибо и вам за участие, всего хорошего. Спасибо.